Сегодня хочу порекомендовать канал Феникса. Чувак родом из Черкасства на Украине, но живет в Нью-Йорке и путешествует по всем Соединенным Штатам, снимая об этом блоге. Феникс профессиональный фильммейкер, поэтому видео всегда круто снято и смонтировано. В своих видео он управляет дроном, катается на всех досках, включая сноуборд и серфборд, дает советы и лайфхаки, общается с интересными людьми, бывает в интересных местах. Ссылка в описании. Всем приветик! Сегодня будет слегка нетипичное видео для моего канала, потому что те, кто следят за моим каналом, за моим творчеством, я думаю, вы заметили, что я люблю заморачиваться над монтажом, делать всякие фишечки, накладывать музыку прикольную, но сегодня я решил немножко отойти от этого, от этой привычки своей и записать вам простенькое видео. Вот тур по квартире хочу вам сделать, потому что я наконец-то переехал. Я думаю, что сегодня наступило время наконец-то ответить на вопросы про Шапика, Мартынинка, Блок Старс и все, что вам интересно на этот счет. Сейчас примерно пол-одиннадцатого где-то утра, я проснулся часа полтора назад, попробую сейчас вам быстренько все снять и смонтировать. Я думаю, начнем, наверное, с ванны, хотя вот прихожка, наверное, да, все-таки начнем с прихожей. Вот так будет правильнее, вот тут у меня вешалочки, свет специальный, направленный на зеркало, чтобы можно было стоять и видеть вообще, как ты выглядишь, видеть во что ты одет. Реально зеркало во весь рост, это супер приятный бонус, там у меня такого не было. Кира, поздоровайся с подписчиками. В общем, такая у меня прихожая, на полу ламинатик, вот так что с этим все в порядке. И я думаю, будем переходить в ванну, вот тут у меня плиточка, душевая кабинка, вот сушилочка и колоночка. Вот колоночка, потому что я, когда купаюсь, частенько люблю слушать музыку, но по приколу реально, стоишь в душе, слушаешь музыку, реально прикольная вещь. И я думаю, прямо сейчас, наверное, нужно сходить в душ, потому что на башке у меня какой-то бардак. Вот, поэтому схожу сейчас в душ и продолжим смотреть мою новую хату. Смотри-ка, мы нормально. Believe me, brother. Ну и правда. Будем продолжать наш тур после ванных процедур. И вторая, а возможно даже и первая комната для меня по значимости, это, конечно же, туалет. Потому что здесь я сижу и решаю вопросы империалистического значения. То есть, вот так вот я сижу, думаю, здесь над всякими думами своими и так далее. И я вам скажу, кстати, из своего опыта такое интересное наблюдение. Вот, это то, что в той квартире у меня был смежный туалет. То есть, совместный туалет был в ванне. Здесь туалет раздельный. И для меня это жестко неудобно. Потому что, я объясню почему. Допустим, вы там захотели пойти в туалет, вы сходили в туалет и сразу же идете в душ. Или наоборот. Здесь же ты идешь в туалет, потом все равно тебе нужно идти в ванну и так далее. Короче, может быть, для тех, у кого там большая семья, там, кто одновременно на работу идет, это удобно. Но для меня это существенный минус. И вот, кстати, тут еще есть лоточек моей любимой кошечки. Тоже ее место. Вот, так что у меня, типа, дабл туалет. Так, ну, думаю, можно переходить уже к комнате. Вот такая, вот такая вот у меня комната. Вот кровать моя. Кстати, кровать я застилать вообще не люблю. Потому что, зачем застилать кровать с утра, если вечером все равно ты придешь на нее, упадешь, ляжешь и все равно нужно ее расстилать. Короче, не знаю, не настолько я прям перфекционист и педант, что прям кровать застилать. Вот. Так, дальше у меня здесь есть вот такая вот лампа. Вот. Я большой фанат таких ламп. Вот. Они мне нравятся гораздо больше, чем обычные лампы. Ну, как-то, не знаю, раздражают меня вот такие вот лампы. Вот. Не нравятся абсолютно они мне. Нравится такой холодный свет. И здесь, кстати, я подцепил вот еще одну лампу. И мне пришлось жестко заморочиться, чтобы это сделать. Потому что вот эта херня, она бетонная. И саморезы сюда реально там никак не вкрутишь. То есть, если вкрутишь, то перфоратором надо долбить. Но это никому не надо. И я просто взял крепление от своего упрошечки. То есть, две липучки было в комплекте. Присобачил их. И получилась у меня вот такая вот конструкция. Так что, у меня две вот эти лампы. Вечером я, возможно, вам покажу. Может быть, нет. Наверное, буду монтировать. До вечера уже выложу. Поэтому не покажу. Но свет реально вечером тут очень прикольный. Так, дальше что у меня? Шкаф. Ну, вот здесь всякие шмотки мои. Но там ничего интересного. Я думаю, шмот вас мало заинтересует. И поехали дальше. Первая полочка. Тут у меня всякие игрушки, кстати, которые вам подарены. Вот этот вот единорог. Это единственное, что удалось унести в фан-встречи в Одессе. Когда там, типа, было жесткое побоище и так далее. Вот этот единорог мой единственный подарок, который я успел унести. Вот этот тоже от фанатов. Вот этот духи Зара женские. Всякие безделушки. Вот, в общем, эта полка не особо интересная. Вот, здесь у меня финансовые всякие штуки, документы. И вот полка, которую я, грубо говоря, посвятил сам себе. Не знаю, так получилось. В общем, вот она. Вот портрет, который мне подарил чувак прикольный. Вот, духи Versace Man. Кстати, мой любимый запах. Реально, я раньше особо духами не пользовался. Но потом, когда понюхал вот эти, я понял, что реально идеальные духи. Вот, Versace Man синенькие. И если кто хочет, попробуйте, я думаю, вы не разочаруетесь. Реально, очень классный запах. Ну, по крайней мере, мне нравится. Так, цепочки мои серебряные. И здесь у меня на второй полке остатки. Вот всякие остатки с посылок, которые мне приходили с Китая. То есть, тут у меня всякие очки, часы. Так, это мой ножик. Я с ним всегда хожу на пикник. Американский нож. Вот такой вот. У меня есть еще один такой, но он для кухонных целей. То есть, я его использую на кухне. А этот такой, в хорошем состоянии. Беру его на пикники. Все интересного есть. Нож-бабочка у меня еще вот такой вот. Но он для таких хозбытных целей. Потому что по законодательству с таким на улице ходить нельзя. Поэтому я его использую как хозбыт. Там что-то отрезать. Такое тяжелое. Так, это чехол кожаный от моего ножа. Вот, тут у меня зажигалка Zippo. Ее мне подарил очень хороший человек из Одессы. Вот, я не курю. Но зажигалка, как память, здесь лежит. Вот, фляжечка Jack Daniels еще у меня есть. Так, и... Это настоящий патрон боевой, который нашел... Помните, была серия вот недавно с металлоискателем? И чувак, который дал мне этот металлоискатель, вот он нашел, короче, этот патрон. То есть, это реально штука боевая. Там внутри порох. Это со Второй мировой войны еще. Ну, вот он у меня. Тут стоит, здесь у меня ретро-открыточки не наши. Вот, если помните, у меня был тот же влог, в котором я распаковывал посылочку. Вот, и вот это вот открытки с этой посылки. Вот, это мои зубы. Вот. Слепки моих зубов. И здесь у меня всякие коробочки от айфона, от айпэда, от гоупрошки. Здесь у меня бабочки лежат. Короче, такое. Вот, здесь у меня всякий бытовой хлам, машинка для бритья, точилка для ножа, отвертки. Селфи-палка. Кстати, самое ненужное вообще, что у меня есть, это, как по мне, селфи-палка. Реально, самый ненужный девайс. Я не понимаю вообще, нахрена он нужен. Не люблю я селфи-палки, потому что вот это, она вытягивается, потом конструкция эта дрожит. Оно все очень не крепкое, очень непрочное. Короче, не люблю я. Мне больше... Вот, пожалуйста. Вот вам наглядный пример. Только сказал и отвалилось. Короче, дерьмо, вот это, а не палка. Вот. Так. Но здесь тоже всякие вещи мои лежат. Здесь тоже вещи. Так, ну, переходим дальше. Это моя птичка любимая, мой коптер. В следующем влоге я вам поподробнее расскажу, покажу все. Вот. Это четвертый фантом. Я купил его после дня рождения. Вот, в общем, я говорю, в следующем видео покажу, полетаю. Все увидите сами. Вот, пока. Коробочку закрываем. Так, это мангал. Вот, я купил его в Сильпо за 9,99. Хотя стоил он 380. Короче, повезло. Вот. И как вы знаете, я любитель ходить там на всякие пикники, барбекю, шашлыки. И поэтому, ну, не мог я, чтобы у меня не было своего мангала. Вот. Тут портрет мой. Вот. Тоже подарили мне фанаты. Вот. А это балерина, которая здесь была. Вот, в этой квартире. Я ее решил оставить. Она реально меня вдохновляет. Я когда сижу, монтирую. Кстати, я вам сейчас покажу. Вот стульчик. Вот. Вот так вот на этот стульчик я сажусь. Вот мой комп. Вот. Вот так вот это все выглядит. Вот так вот сижу я за этим стульчиком. Вот так вот комп. И вот такой вот вид у меня. Я сижу тут, смотрю на балерину, на портреты, на вид из окна. Вдохновляюсь и монтирую вам видосики. Вот так вот, в общем, это все выглядит. Дальше что? Картина, которую мне нарисовала девочка с Черкасс. Это тоже был подарок мне. Вот. Очень она мне нравится. Тут языки. На футболке тоже у меня язык. Короче, моя эта тема. Вот. В общем, картина я сюда повесил, как по мне, вполне гармонично. И вписывается она сюда. Вот. Дальше наручники. Вот. Тоже в видосе было, откуда я их взял. Тоже как декор использую. Ну, иногда, конечно, не как декор, но об этом история умалчивает. Ну, вот такой вот видок с окна у меня. Ну, я думаю, можно переходить к балкону. Вот. На балконе у меня тут есть каремат. Мешок с картошкой. На зиму, чтобы было что есть. И гантельки мои. Вот. Это для тех, кто... То есть, вообще, почему я решил вспомнить про гантели. То есть, единственная тема, которая вас интересует, о которой вы пишете мне на YouTube, ВКонтакте. То есть, это то, что я жирный и где Шапик и Мартынинка. То есть, все. Такое ощущение, что как будто для вас больше не существует тем. Вот. Поэтому я решил вам показать гантельки. Вот. Я занимаюсь, в принципе, каждый день. Вот. Все. Покажу вам, как это выглядит. В принципе, я делаю базовые упражнения там для рук. Вот. То есть, на бицепс это вот такой вот вариант. Вот. Главное следить за тем, чтобы локти прилегали к корпусу. Вот. На вдохе вы опускаете. И... Пффф. На выдохе поднимаете. Каждая гантель весит по 11 килограмм. То есть, это нормальный вес. Вот. И вот таким вот макаром несколько подходов, на сколько хватает сил. В основном я делаю 25-20 раз. Подходы 3-4. Вот. На бицепс. Дальше на бицепс еще такое классное упражнение. Называется молот. То есть, вот. Вот такая вот вариация. Так же самое руки около корпуса. И... На плечи. Плечи обязательно тоже нужно делать. То есть, либо вот такое вот упражнение. Вот. Так же ровненько, не спеша. И... Еще вот такое вот упражнение. Вот. Плавненько, аккуратненько. Качаются ваши плечи. Вот. То есть, в принципе, гантелями я качаю. То есть, делаю базовые упражнения. То есть, это руки, плечи. Там пресс и так далее я не качаю. Потому что был уже у меня опыт, когда я делал себе кубы пресса. Кстати, фотка в инстаграме до сих пор сохранилась. И я вам скажу, неблагодарное это занятие. Потому что, во-первых, нужно сидеть на жесткой диете. То есть, реально кушать очень мало калорий. Чтобы высушить подкожный жир, который, в принципе, есть у всех. А во-вторых, реально оно того не стоит. Потому что пресс, на самом деле, очень быстро сходит. Буквально 2-3 месяца у вас уже этих кубиков нет. Поэтому забил я на эту тему. Я думаю, с комнатой, с балконом все понятно. Переходим на кухню. Вот, кстати, тут у меня, как вы видите, вот такая вот штука. Нет окна. И это, на самом деле, удобно. Потому что тут у меня как мини-барная стоечка. Вот мои колонки. Тут я музыку слушаю. И во всем стол у меня тут есть. Бутербродница в ней, получается, офигенная шаурма и бутерброды. Вот тут у меня стратегические запасы хавки. Вот. На холодильнике куча хлама всякого. Вот вам сам холодильник. Вот. Так что как-то вот так вот и живем. И я думаю, пора уже мне перекусить. Немножко. И заодно я же обещал поговорить о самых насущных проблемах, которые вас волнуют. Вот. Про жирность я уже поговорил. Ну и теперь, наверное, перейдем к Саше Шапику и Андрею Мартыненко. Вот. Сейчас параллельно я буду готовить, кушать. И немножко расскажу вам, что же все-таки случилось там. Я чувствую вас сильно это очень интересует. Яйца, сыр. Фасоль. И кусочки жареной рыбы. Сейчас я сделаю яичницу с сыром. Вот. И с фасолькой все это дело с рыбкой буду завтракать. Яичница на процентов 50. Процентов на 50 она уже готова. И можно засыпать туда сыр. Вот такой вот замес у меня получился. И накрываем его крышечкой. Ждем, пока сыр расплавится. Яичница доготовится. Завтрак мой готов. И теперь переходим к самому интересному. То, что я говорил в начале видео. Поговорим на темы, на вопросы, которые вас очень сильно интересуют. Не знаю, правда, почему. Но раз публика хочет, то я дам ответы на ваши вопросы. И в комментариях чаще всего пишут касательно того, до сих пор ли я нахожусь в Блок Старс. И про мои отношения с Сашей Шапиком и Андреем Мартыненко. Касательно Блок Старс я вам скажу, что как такового его уже не существует. То есть это просто группа ВКонтакте, в которую постят видосики Шапик, Мартыненко и все. Все остальные, это там Папа Шапика и так далее. Это уже такое дополнение. То есть они, как по мне, к Блок Старс не имеют никакого отношения. Потому что изначально Блок Старс вообще организовывалась как тусовка, банда друзей, которые снимают видосы. То есть изначально была такая концепция, ее придумал Шапик, да, это ни для кого не секрет. Потом он предложил мне и Мартыненко. Впоследствии потом еще взяли Бумчика. Но я же говорю, изначально сама идея Блок Стара, это была в том, что друзья тусуются вместе и снимают видос. И как по итогу оказалось, что на самом деле все друг другу не друзья. И Блок Старс это не более чем просто нужно было. Шапик это придумал для того, чтобы раскрутить для начала себя за счет других. И то есть выехать, ну как бы в общем это делать легче. Я не состою в Блок Старс. И Блок Старс как такового я же говорю, уже по факту-то и не существует. Ну и второй вопрос, то что вас интересует максимально вообще Яра и максимально ажиотаж. То, что у меня приключилось с Шапиком, типа как так случилось, почему вы не общаетесь и так далее. Ну во-первых, начну с того, что я с ним не ссорился. После некоторых его поступков перестало интересно с ним общаться. И он мне стал неприятен как человек. То есть я воспринимал его как своего друга. Но по мере того, как развивалась его карьера блогерства, по мере того, как росли просмотры, как он зарабатывал деньги на этом. То есть это его очень сильно поменяло. И он перешагнул там дружбу и так далее. Но это то есть моя версия. И просто делал то, что на самом деле неприемлемо. То есть самый яркий пример, что именно стало отправной точкой, почему я поменял отношение к этому человеку, это то, что после Одессы, когда мы приехали, то есть ребята уехали раньше, чем я. Потому что там вот этот конфликт, что Шапика побили, Мартыненко обосрался, грубо говоря, наложил в штаны пацан и улизнул вообще раньше всех. Вот, я остался после этого тусоваться в Одессе еще на пару дней. И приехал я потом вечером, где-то это было полодиннадцатого или одиннадцать. Вот, я тогда жил на съемной квартире на другой. И так получилось, что походу, когда я уезжал, я то ли забыл свет выключить, то ли еще что-то. Я уже не помню, в чем причина. И в общем, мое отсутствие. Пришел хозяин, вот, сделал то, что там, наверное, свет выключил. Я не знаю, реально не помню. Это было уже больше, чем год назад. Вот, и закрыл дверь на верхний замок, от которого у меня не было ключа. То есть, у меня был ключ только от нижнего замка. Видимо, про втыкало, я не знаю, как так получилось. Но, короче, суть в том, что мне было негде ночевать. Уже там, одиннадцать вечера, но реально негде. Я же звоню ему шапику, там, типа, другу, все дела. Говорю ему, чувак, типа, можно ли у тебя переночевать? И так далее. Говорит, такая ситуация, там, завтра с утра я уеду, там, типа, хозяин придет, откроет дверь, типа, все нормально. На то время к нему уже тогда, это были дорогожечки, переехал Мартыненко. Вот, квартира у них была большая, двухкомнатная. В общем, он говорит, да, конечно, без проблем. Приезжай, типа, окей, хорошо. Я приезжаю, и первое, что, ну, а я реально уставший. То есть, я целый день ехал на машине на Смарте из Одессы в Киев. Этот запарос с квартирой, то есть, я реально уставший, с кучей шмоток, немытый, грязный, вонючий. Прихожу к нему домой, и первое, что вижу, это то, что он мне сует камеру в лицо, и начинает, типа, провоцировать, выводить на эмоции. Но я же на это забиваю, думаю, ладно, типа. Он начинает говорить, типа, чувак, давай набухаемся, типа, как обычно. А я объясняю, почему это происходит. Потому что Шапик, на самом деле, пьет очень мало. То есть, он выпивает стаканчик маленький, там, делает вид, что да, он бухает, и берет, включает камеру, и снимает все то, что происходит с пьяными людьми. И таким образом, он просто делает рейтинги на своем канале. Вот, я это все, понятное дело, выкупал уже, и говорю, да нет, чувак, типа, я хочу в душ, типа, отдохнуть, потому что устал, типа, пить не буду. Но они там что-то такие, о-о-о, типа, ладно, ну, типа, как хочешь. И уже время там, типа, я говорю, чувак, типа, пора ложиться спать, а у Мартыненко в комнате, получается, стоял диван. Мартыненко там платил какую-то минимальную сумму за то, что, типа, Шапик ему разрешал жить у него. И я же говорю, типа, Саша, где мне спать? Он говорит, у Мартыненко, мол, есть диван, типа, говорит, спи у него. Я говорю, ну, хорошо. Я же прихожу в комнату к Андрею, вот, и он начинает выебываться. Опять-таки включает камеру, говорит, там, типа, вы знаете, как Мартыненко может, там, типа, а шо, там, типа, чувак, говорит, это моя комната, типа, говорит, пиздуй, спать на балкон. Я говорю, типа, чувак, ты что, типа, вообще ебанутый? Я говорю, почему я буду спать на балконе, если в хате куча места? Он говорит, бери диван, типа, иди на балкон, типа, разбирай диван. И, в общем, они начали, типа, прикалываться, реально, снимать меня на камеру, там, типа, отправлять на балкон. По итогу у меня это реально все взбесило, я понял, что, ну, они мне не друзья, а просто, ну, грубо говоря, никто, по большому-то счету, там, максимум товарищей по блогерству и все. И я посреди ночи, там, это было уже около часа ночи, типа, просто психанул, забрал все свои вещи, вышел и все. Денег у меня уже на такси не было, вот, потому что, ну, все деньги, все осталось в квартире. Я в Одессу взял определенную сумму, чтобы, там, не тратить лишнего. И по итогу я пешком с Дорогожичи шел километра 4 до своей квартиры, там, или 5. Под утро я пришел, переночевал в подъезде, вот, потом пришел хозяин, все нормально, открыл дверь. И после этого реально понял, что рассчитывать на этого чувака, там, типа, называть его другом и так далее абсолютно невозможно, что, ну, он может подъебать в любую минуту, на него нельзя рассчитывать и так далее. Я подумал, нафиг мне такая дружба нужна, и все. То есть я после этого стал уже меньше с ними общаться, вот, общался с другими своими друзьями, которых я знаю тоже очень давно. И Шапик начал меня ревновать, начал писать мне всякие смски, типа, там, ты уже с нами не тусуешься, типа, там, отбился от стаи и так далее. Я ему говорил, что я занят, но я реально был занят, то есть занимался там своими делами. И по итогу общение как-то прекращалось, потом он начал меня почему-то ни с того ни с сего, хотя реально мы не ссорились, просто, ну, перестал общаться, грубо говоря, с человеком. Они стали меня троллить на ютубе, там, типа, прикалываться, потом, откуда-то, ни откуда, просто, это просто абсурд, реальный бред. Они скачали фотку каких-то просто грязных ног, вот, показали, сказали, это Кирюшины ноги, хотя, откуда они могли взять вообще это ноги, ну, это полный бред. И если кто не знает, я вам могу показать такую штуку, у меня на ноге, вот, то есть есть татуировки. То есть как бы ты не смотрел на мою ногу, в любом случае ты увидишь татухи, то была просто левая фотка. Ну, и большинство из вас, я знаю, там, типа, школьники, недалекие люди просто повелись на эту всю хуйню и пошло-поехало. Но меня на самом деле это абсолютно не трогает, абсолютно не цепляет, потому что это все реально детский сад, вот, и воспринимать это серьезно, но это реально нужно быть такого же уровня развития, поэтому абсолютно меня это не трогает, вот, это было касательно Шапика. А Мартыненко я, в принципе, вообще не считаю за адекватного человека, то есть для меня он тупая малолетка, которая реально там живет приколами там лагеря 15-летними, тут вообще нечего обсуждать, поэтому такая вот ситуация получилась. В общем, я думаю, вы все поняли. Вот, надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. Вот такое вот сегодня получилось откровенное разговорное видео, то есть я вам показал, как я живу, показал вам квартиру, ответил на ваши вопросы, надеюсь на ваше понимание, на то, что вам было интересно смотреть. И в следующем видео, как я и обещал, покажу вам коптер, покажу вам концерт Томми Кэша, так что оставайтесь на связи, а я буду кушать и монтировать видосы. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok